Добрый день! В прошлой нашей встрече мы говорили о высоком звании христианина. Как это высоко было для тех, которые несли его в первые века христианства, как это высоко было для тех, кто принимал мученические страдания, но не изменял Христу, и как это сегодня понимали и понимают наши современники. Что значит носить имя христианина? Что значит быть последователем Христа? Как важно, не просто посещая церковь или молясь дома, или в церкви, поставляя свечи, заканчивать на этом свою религиозную жизнь. Как важно, выходя из храма, как важно, находясь в семье, в кругу своих близких и родных, дальних и ближних, своих возлюбленных и своих врагов, оставаться христианином на всяком месте. Вот это и есть труд человека, который последовал за Христом. Он не перестает быть христианином после выхода из церкви. Есть много таких примеров, когда возле церкви можно увидеть женщину, которая покрывает свою голову косыночкой. А выходит все, в сумочку ее обратно, молитва закончилась. Или наоборот, человек вышел из церкви, и есть такие, которые как общались со скверным словцом, а может быть и еще того хуже, что делали, то и продолжает. Все, мол, там свечку поставили. Но услышит ли Бог такую нашу молитву, которая заканчивается лишь каким-то ритуальным принесением свечи? Если мы хотим научиться правильно жить, мы должны научиться правильно верить. А если мы не научимся правильно верить, да и учиться не захотим. Некогда. Ведь столько сегодня суеты-сует. Надо купить, надо заработать, надо поесть, надо приготовить. Это все нужно. Но если при всем при этом мы, крещенные христиане, будем забывать о своем призвании, о том, что мы другие в этом мире, что мы не похожи на других, не потому что мы лучше, потому что мы должны быть другими, мы должны исполнять те нравственные заветы, законы, которые оставил нам Христос, который сам пришел в этот мир, пострадал за каждого из нас и научил нас по-настоящему любить. Он нам оставил самую главную заповедь – да любите друг друга. И вот если в христианах будет ослабевать любовь, это и есть первый признак приближения к концу всей истории человеческого рода. Ведь именно так и говорит Христос, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вот что будет предтечей того страшного периода разрушения всего человеческого рода. Любовь будет охладевать в сердцах людей, будет больше жестокости, будет больше измен, будет больше предательств. А потому зачем Богу такой мир, который Он создал для любви, для добра, для вечности? Человек неоднократно забывал об этом. И весь Ветхий Завет, вся история ветхозаветного народа Израиля свидетельствует о том, что как только люди забывали о Боге, стали жить по принципам человеческих удовольствий, наслаждений, их неминуемо постигали скорби, беды, плен, их отводили в рабство амаликитяне, мадионитяне, вавилоняне. И когда снова народ Израиля обращал свои взоры к Богу, Богу, сотворившему небо и землю, вот тогда снова Бог возвращал свою милость к обращающимся к Нему и восставлял их от пепла, от рабства и деградации. Но это не было без усилия самого человека. Вот поэтому и нам с вами так важно услышать сегодня слова Святого Писания. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если мы с вами не будем читать Священного Писания, мы очень скоро потеряем веру. Да-да, это непростые слова. Человек говорит, да я и так в церковь хожу, да я и так по праздникам хожу освящать куличи. А кто-то скажет, я ни разу не пропускаю купания на крещение и всегда прихожу за святой водой. Но разве это и есть христианство? Разве христианство – это раз в год в купели или на Пасху Христос воскресе? Христос воскрес для нас, и эта радостная весть должна не ослабевать в наших сердцах. Свет воскресения Христова должен просвещать нас. Откуда мы будем хранить Его нравственный закон? Если не будем обращаться к Его тексту. Я приведу вам одну цитату из Священной книги Библии, книга Иисуса Новина. Это первая глава, восьмой стих. Послушайте, что здесь написано. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, да поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Очень многие родители хотят воспитать сегодня успешных детей. Действительно, ну кто не хочет видеть своего сына или дочь успешным? Кто не хочет видеть его благоразумным? Но оказывается, Святое Слово Бога открывает нам, что мы не там успех ищем. Не из того источника мы пытаемся набрать мудрости, потому что мудрость, она сходящая свыше. Мудрость, она от Бога. И без этих познаний о сотворении всего мира, о его гармонии, о том, что Бог не оставил этот мир, нам вообще не понять, что в нем происходит. Люди ругаются, ссорятся, разводятся, бросают друг друга, снова сходятся. Живут, как хотят. Хотя вся история, не только Священного Писания, но и Святоотеческая литература наставляет нас, не живи, как ты хочешь, а как Бог даст, как Бог благоволит. Если ты будешь поступать по заповедям, то у тебя во всем будет успех, если ты строго будешь сохранять написанное в книге сей. А скажите, как будем соблюдать, если даже не читаем? Вот поэтому не почитал Писание неделю, две, вот уже и ослабел в вере. Так, говорит, я в церковь хожу. Ну и что? Свечку ставлю. Ну и что? Разве свечка меняет нас к лучшему? Есть хорошее сравнение. Наш ветхий человек, то есть наша человеческая природа, она очень чувствительна на то, если ей мы не дадим поесть. Допустим, если человек не пообедает и не поужинает, как он чувствует себя на следующий день? А если не дать ему еще поесть, еще в обед и еще в один ужин, он уже бунтует. Наш ветхий человек начинает бунтовать. А что наш внутренний человек, наша духовная составляющая? Она тоже нуждается в пище. Душа, она не может быть пустой. Она тоже требует пищи, но уже не в виде бутербродов, там, овощей и фруктов. Ей нужна духовная пища. Человек должен себя подпитывать духовно, то есть питать пищей духовной, которая есть, Слово Божие. Ведь сказано в Писании, не хлебом единым будет жить человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Раньше были такие лозунги. Не хлебом единым будет жить человек. Интересно, а чем? Ну, не хлебом же единым. Ну, конечно, нет. Нельзя же жить ради только одной еды. А что еще? А всяким словом, исходящим из уст Божьих. Так вот, наш внутренний человек, духовный внутренний человек, он гораздо смиреннее, он гораздо спокойнее. Ему не дашь сегодня ни молитвы, ни чтения Слова Божия. Он промолчит. Неделю не дашь, неделю промолчит. Это не наш внешний бунтарь человек, которому попробуй что-нибудь не додать. Он за свои свободы человеческой природы будет сражаться до смерти. А внутренний духовный человек, он скромный, он тихий. Он сначала молчит, потом голодает, потом болеет. Вот это состояние больной души откуда? Вот это больной, поврежденный духовный мир, не освященный миром веры, светом воскресения Христа. А потом он и замирает. Это называется духовная смерть. И человеку уже ничего не нужно. Буквально вчера ко мне подошла женщина, которая сказала, батюшка, что мне сделать со своей дочерью. Ей 14 лет. Вначале ходили, свечки ставили. Помните, да? Ходили, свечки ставили, куличи освещали. А вот теперь она вообще ничего не хочет. Кроме интернета ей ничего не нужно. Лежит, вот только встанет поезд. Ничего, ни по дому, ни по комнате, ни маме помочь. Вот я чувствую, я ее теряю. Что мне делать? Вот приходится опять объяснять человеку, что если вы, будучи мамой, водили только на Пасху своего ребенка и больше не учили по-христиански ее жить, то есть поступать на всякий час, на всякий день, так как Бог живой существует, Он видит, Он любит праведников, Он любит тех, кто поступает по Его святой воле и помогает им. А тот, кто противится воле Божьей, Он Богу противится и не может в жизни быть неуспешным, не благополучным. Вот о чем это слово. Если вы хотите, чтобы дети были ваши успешны, то не отклоняйте взора от написанного в книге сей и старайтесь исполнять все, что она нам завещает, чтобы быть по-настоящему мудрыми и разумными. И еще одна цитата, я приведу ее на русском языке, из первого псалма Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на путях грешных, и не сидит в собраниях развратителей, но в законе Господнем, в воле его, и о законе его размышляет он день и ночь». Вы слышите? Тот, кто не просто не ходит на совет нечестивых, блажен, а тот блажен, кто в законе Господнем поучается и днем, а может быть и ночью. Найдет время, когда стихнет суета рабочего дня, когда многие из близких лягут спать, открыть святую книгу Бога. И действительно, почитать эти словеса Господни, словеса чистые. Что мне хотелось пожелать в конце нашей с вами встречи? Читайте Священное Писание, укрепляйте свою веру через слышание Слова Божия, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Приходите туда, где действительно читают, а в церкви нет богослужения, всенашного, праздничного, особенно литургического, чтобы не слышалось, не читалось Святой Евангелие, чтобы не проповедовалось Евангелие для всех тех, кто приходит в Храм Божий. И потому давайте прислушаемся к словам замечательного поэта. «Возьми, читай святую книгу Бога, пойми душой спасение словеса, и всякое пройдет в тебе тревога, и сердцем ты увидишь небеса. Поверь, когда преклонны будут лето, душевных бурь прокатится волна, оставишь ты все книги, только это, с тобой навек останется одна». Всего вам доброго! Читайте Слово Божие и живите по тому удивительному Слову, которое сделает нас и успешными, и премудрыми. Храни вас всех, Господь! Редактор субтитров А.Семкин